Этот год изменил все кардинально. Как можно передать, когда ты просто читаешь чат или еще что-то, что летит одна ракета, вторая ракета, третья, четвертая, и ты сидишь с ребенком и не понимаешь, куда она прилетит. И так на протяжении полугода. Как это передать? Мою дочь зовут Мирослава. Она родилась с 21 года в апреле месяц. На момент 24 числа ей было 10 месяцев. Сейчас, когда происходят какие-то взрывы или бахи, то ребенок реагирует уже таким вот, она говорит, бах, и бежит сразу или к маме, или к папе на ручки. Как жена, так и я просто говорим спокойно, все хорошо. Это просто взрыв, ну где-то далеко. Самое главное, что мы реагируем на это спокойно, потому что ребенок должен не чувствовать панику, переживания или волнения. Защитить от этого кризиса, как по мне, невозможно. Можно просто предпринять какие-то максимум безопасные действия для того, чтобы обезопасить себя и семью в первую очередь. Когда ты понимаешь, что плюс-минус семья в безопасности, ты в безопасности, то ты начинаешь находить силы помогать и поддерживать других людей, у которых более тяжелее ситуация. Я думаю, что получаю, потому что очень много звонков, и даже сейчас они говорят, меня зовут так-то-так-то, вы Константин, меня направили к вам. Я понимал, что им нужна помощь, и, соответственно, мне нужно им помочь. Наша команда работает не просто так, и старается реагировать на такие моменты. Искренне скажу спасибо здесь Джоинту, который поддерживает в этом направлении наша община. Никому не желаю вообще таких ситуаций пережить. И советов тоже давать не буду. Я просто хочу сказать, что для меня быть отцом – это большая ответственность. Ловите каждый момент вашего ребенка. Будьте с ним постоянно. Наблюдайте, как он растет, и играйте с ним чаще. И тогда ваша жизнь будет очень интересной, увлекательной, и будет хватать сил на все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!